Сегодня в Брестском областном исполнительном комитете прошла встреча губернатора региона Константина Сумара с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь Брюсом Бакнеллом. Взаимоотношения Брестской области и Соединенного Королевства строятся уже не первый год. Только за период с января по сентябрь 2013 года темп роста товарооборота между двумя партнерами составил 148%. Брестский регион активно сотрудничает с более чем 100 странами мира, поэтому область заинтересована в новых партнерах, новых рынках и платформах. Внешне коммерческая наша деятельность, конечно же, желает быть лучшей, потому что объемы, которые мы имеем с вашей страной, я имею в виду нашу область, они невысокие, они примерно около 20 миллионов долларов в США. Но вот то, что я вам сказал, что мы имеем возможность сейчас продвигать, имея сертификат качества европейского уровня свою молочную продукцию, было бы правильно, если бы мы попробовали вместе с вами вот эту брешь открыть. Я понимаю прекрасно, что рынок и вашей страны, и Европу, он уже квотирован, имеет своих поставщиков, но я думаю, что наша продукция в какой-то степени будет гораздо лучше, имея в виду, и это точно, имея в виду, что это натуральный продукт. На повестке дня – вопросы оптимального сотрудничества в социальной сфере в совместном решении политических и экономических проблем. Партнерство свободной экономической зоны Брест и предприятий Королевства – одно из важнейших направлений, которое необходимо развивать. У Брестского региона есть что предложить Великобритании, например, молочную продукцию. Более 20% от республиканских объемов молока производится на территории Берестейщины. Будет правильно, если, например, не только стараться готовую продукцию провозить сюда, но имея хороший плацдарм даже в Брестской области на территории свободной экономической зоны, можно создавать предприятие и таким образом, как уже в свободном передвижении, без каких-то применений таможенных и так далее, реализовать свою продукцию на рынок, там, где проживает более 180 миллионов населения. Это преимущество очень хорошее. И тем более вы в Минске таких льгот не имеете, как, например, льготы по освобождению от части платы налогов на прибыль. А здесь как раз, в свободной экономической зоне, есть такая возможность, потому что есть определенные преференции по уменьшению налоговой нагрузки. Если брать аналогичные предприятия, любые, то здесь налоговая нагрузка в свободной экономической зоне примерно на 50% меньше. Глава региона Константин Сумар выразил слова благодарности чрезвычайному и полномочному послу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии за помощь в оздоровлении детей, которые живут на территориях пострадавших от чернобыльской катастрофы. Только из Брестской области за время сотрудничества оздоровилось около 500 ребят. Руководство края также интересовал вопрос взаимного сотрудничества в образовательной сфере. Вузы королевства в мировых рейтингах занимают лидирующие позиции. Брюс Бакнул подчеркнул, что в приоритетах его работы одно из лидирующих мест занимает стимулирование взаимодействия в сфере образования двух государств, которые, возможно, вскоре дадут свои результаты. Сейчас это момент, когда есть еще вопрос о будущем, то можно в Союзе и так далее. И сейчас, вы понимаете, хорошо, что в Великобритании инвестиции зависят от частных компаний. И они выбирают, где они хотят, извините, делить бизнес. Отношения Беларуси и Соединенного Королевства начали строиться в 90-х. За это время проделана немалая работа по интеграции в сферах политики и общественной жизни, образования и науки. Установлены контакты на муниципальном уровне. Существует договорно-правовая база двусторонних отношений Республики Беларусь с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Во время встречи Константин Сумар и Брюс Бакнелл обсудили насущные вопросы двух стран, проблемы их взаимного сотрудничества. Возможно, именно этот визит чрезвычайного и полномочного посла станет существенным шагом на пути взаимодействия двух активно развивающихся стран.